Ну что ребята, всем большой привет! Сегодня мы с вами немножко поиграем на моем основном аккаунте И как вы помните, буквально вчера я вам рассказывал про то, что все очень плохо Я слился чуть ли не с 4100 кубков до 3700, то есть потерял, можно сказать, 400 трофеев И прям никаким образом у меня не получается эти самые кубки вернуть Рассказывал вам про то, что использовал колоды разные на 4К+, всеми ими у меня играть получалось Но тут я их беру вновь и они как будто не работают Сказал вам про то, что перепробовал все деки и ничего не работает Но ребята, я забыл про мою самую-самую-самую старую колоду Про ту колоду, которую я поднял с 3000 кубков 4000, то есть понимаете, да? Сделал прям лютый рывок на 1000 трофеев Я не знаю, вспомните ли вы эту деку, но выглядит, ребята, она вот таким вот образом Так она, собственно, как вы понимаете, и выглядит, что я вам только что и сказал И я бы хотел ей сегодня немножко поиграть И мало ли произойдет чудо, и именно данной колодой у меня и получится вернуть все те кубки Которые я прям так слил ужасно Поэтому ребята полетели в нашу первую каточку Ну и будем надеяться на то, что колода, возможно, каким-то образом будет работать Хотя я помню то, что перестал ей играть, потому что, ну, я не знаю, она, во-первых, многим из вас надоела То есть всем надоело эту самую деку видеть И, в принципе, я тоже как-то так обратил внимание на то, что колода толком-то и не работает Ну посмотрите на то, что мы делаем с его правым тауэром Колода не работает, сказал я только что И забрал вышку чуть ли не за 20 секунд Вот это вот, конечно, интересно Вот это вот, конечно, необычно получилось Здорово Ладно, ну мы все понимаем на самом деле, почему так вышло Нам повезло Нам повезло то, что противник потратил 8 эликсира на голема А мы в этот момент провернули наш нехитрый, но очень лютый заход Потому что были 12-е миньоны и 2-го левела шахтер 11-я вышка просто никак не могла под натиском всего этого дела устоять Но это эффектно было Это было, черт возьми, опасно Хорошо, ребята Я вас понял Я вас понял, я вас понял Сейчас будем пытаться контрить его элитных варваров Но чувствую фигня пока Получается, элитные варвары добегают до вышки, да и флаг им в руки А я пойду, братан, на твою другую сторону, как ты на это смотришь? Вышки-то у тебя уже нет, как бы А я только, только как бы начал играть Блин, на одного миньончика не добрал Ладно, не страшно, ребята, вы просто сами посмотрите То, что ситуация сейчас, она просто офигенная В нашу сторону, она это просто мягко сказано Нам, наверное, стоит оставлять наших варваров для контринга его элиты И как бы зап, потому что зап нужен для контры огненных духов Огненных духов он постоянно вместе с элитными варварами набрасывает На все это дело тоже тратит довольно много эликсира И как бы вы сами, ребята, понимаете, что сейчас я хочу Именно, хочу провести очень неплохой заход Если он получится, будет очень круто Несмотря на то, что я вам сказал, что я хочу оставлять варваров Но сейчас я просто понял, что если не варвары, то никто То есть, как варвары здесь, мне кажется, никто бы не сыграл И в принципе, как мы с вами видим, огромное количество хитпоинтов Просто банально уносится с таура И гигант этот самый таур у него добирает вообще на язычах Абсолютно никаких проблем не испытывая со всем этим делом Нам сейчас самое главное, ребят, просто адевться от его элиты Что мы сделаем абсолютно на изи, я вам просто это гарантирую И в принципе, поковыляем тогда брать его на треху Что уж, ребята, здесь еще можно говорить Только трешка, только хардкор Полетели, господа, именно эту самую трешку и оформлять Я не знаю, насколько у нас получится это сделать Но в любом случае, даже если не получится Это 100% наша победа Потому что, ну, невозможно в такой ситуации противнику За каких-то там, извините меня, 10 секунд Взять и победить вышку справа Я ему отдаю, я ее не буду дефать Пускай противник заберет себе корону Мало ли, для крон честно нужно Я не знаю, для чего-либо Но в любом случае, корону мне не жалко Мы в любом случае побеждаем Офигенская катка, ребята Просто офигенская Слушайте, ну, колода вроде как еще как минимум не устарела и работает Блин, представляете себе Колоде, вот это вот деке Ей порядка 3-4, возможно, даже 5 месяцев Не, ну, 5 я, наверное, преувеличил Но порядка 3-4 месяцев То есть, где-то 3-4 месяца назад я собрал эту колоду И начал ей играть То есть, именно в тот момент я и сделал Этот лютый ревок с 3000 до 4000 Вот так давно это было, оказывается Да, ребят, действительно И она работает Она по-прежнему работает Ей получается выигрывать каточки И к чему я это говорю Господа, вот просто Кто-нибудь из вас Пускай сейчас возьмет свою колоду Которую вы юзали Несколько месяцев назад И попробует затащить хотя бы Ну, блин, хотя бы Хотя бы половину боев Которые вы сыграете У вас нифига не получится Потому что Рояль Он постоянно движется Карты постоянно фиксятся В хорошую сторону В плохую сторону Они либо нерфятся Они либо апаются И, кстати, вышка справа Давай, до свидания И Движение В рояле всегда есть движение И именно постоянно нельзя Брать одну и ту же деку И всю игру ей играть То есть Это навряд ли у вас получится сделать Но, как мы с вами видим Колода Которая была собрана Настолько давно Она работает Она по-прежнему, ребята Фигачит на все На все 100% И, блин Это как-то странно, что ли Может быть, это связано с тем Что здесь задействуются Карты Которые толком-то и не фиксились Но, с другой стороны Противники-то используют Карты Которые постоянно находились Либо под Под каким-то апом Либо под каким-то нерфом Постоянным От разрабов Я не знаю, ребят Но это как-то Как минимум Необычный странный Какая-то волшебная колода Ну, реально Я не знаю Как еще можно эту деку назвать Не, ну вы сами Просто посмотрите Колода Которая настолько Давно была собрана По-прежнему работает Че? Как? Как ей умудряется Получаться Это делать? Ну Как у нее это вообще выходит? Я не знаю Но факт Факт, ребята Банально налицо Она работает Она, ребята, работает И это странно В общем, ладно Самое главное, что работает Самое главное, что работает В наших руках И, в принципе Давайте тогда Продолжать играть Что еще могу здесь вам сказать? Сказать мне, ребята Вам больше нечего Нам сейчас главное Вот так вот поступить И отконтрить банально элитных варваров И бочку Ой, какой пацан-то наивный Смотрите, неужели он реально думал То, что у него сейчас Получится взять И так просто пройти Нет, дружище Я тебе не дам Твоим гобольным Здесь все разобрать Ты уж меня, конечно, извинишь Что я такой гад Нехороший Но элитными варварами Играть плохо Иногда бывают такие последствия Слушайте, ой В любом случае Вышку мы теряем Но это не страшно Потому что мы сейчас уже Разберем у противника Левый таур Левый фланг Разобрать для нас труда Не составляет буквально Пару шахтеров Допустим, разрядов И прочей лабуды И все Я даже сейчас Не буду контрить его бочку Оно того нафиг Оно того и не стоит Даже лучше сделаю Вот таким вот макаром Вот таким вот макаром И в принципе все, ребята С победой нас можно поздравлять Отлично Вторая каточка за нами И это странно Почему колода работает Я не ожидал Серьезно от нее такого Но Окей Работает и работает Погнали, ребята В третью каточку Но мне кажется Третий бой мы точно проиграем Потому что, ну нельзя взять колоду Которая настолько давно Когда-то играла Настолько давно Функционировала И чтобы прям все идеально шло Но это странно Для примера, ребята Возьмите сами свои колоды Которые вы строили Несколько месяцев назад Ну 3-4 месяца возможно И попытайтесь Ими затащить Ну несколько каточек Хотя бы Я вас уверяю У вас нифига не получится Потому что Я уже говорил Что Постоянно Как бы Рояль Рояль движется У него постоянно Меняются какие-то Алгоритмы То есть Эти колоды Начинают работать Эти колоды Перестают работать Но эта колода Почему-то не перестает работать Вот что удивительно На самом деле Ну и Ладно Окей Забили Играем просто дальше Я уже не знаю Сколько минут Твержу вам о том Что типа Колода работает Воу Как так Это вообще законно Я не знаю И надо заканчивать Короче Этим заниматься Я думаю Вам надоело Так ну что Давайте я наверное Накину здесь миньончик Миньончики отлично Здесь сыграют Просто шикарно Если он скинет своих мух То я тогда запну И все будет шикардосно Но пока его мух я не вижу Поэтому запать тоже не собираюсь А у него кстати Если есть зап А у него палач У него ребята палач Смотрите Сейчас скорее всего Будут элитные варвары И вы понимаете да Что мне нужно забацать Нет это не элитные варвары Это бандитка Ну окей Окей Дружище Я тебя понял Пытаемся в любом случае Контрить с помощью Адской башни Все это дело И у нас получается Самое что приятное В любом случае Палач конечно Немножко плюшек даст Ну да Одну плюшку он дал Но не страшно Живем Это в принципе терпимо Одна тычка от палача Это не так критично Как вам могло бы показаться Что-то заговариваться Стало Извиняюсь ребята Есть задумка Есть сейчас очень крутая задумка Ребят Смотрите в чем она заключается Сбросит тут шахтер И приготовит зап Для его банды гоблинов Чекайте Чекайте как это выглядит Зап летит Чпоникс Забираем Все что нужно Докидывается Также здесь миньоны Блин Неужели миньонов Я реально под палача дал Только не говорите Что миньоны погибнут Не надо Отлично Миньоны погибли Но не все Но мы задамаживаем Мы ребята дамажим Очень неплохо Фаербол Лети-лети-лети-лети-лети Лети-лети Хорош-хорош Фаербол Красавчик Сбрасываю ребят варваров Самое что печально Под палача Но только варвары Мне здесь помогут Разобрать всю эту дичь Также здесь сбрасываю гоблинов И мне нужна адская башня Мне срочно нужна адская башня На все про все Слушайте Отдефались Капец Еле-еле душа в теле Отдефались Вот это вот довольно потный момент был Если честно говорить Ребята Элитных варваров Я очень ссыковал Словить в лицо Но вроде как Такого не случилось Осторожно Сейчас пытаемся дефаться Еле-еле прям Но пытаемся Сбрасываем миньончиков Для поддержки А гоблины идут Прям вот сюда Вот в эпицентр Этой фигни А также Здесь ребята Выдается шахтер Для контры его Принцессы В принцессу Пожалуйста Ваткнись Умничка шахтер Малорик Фаербол Замечательный Прекрасный По миньонам и башне И гигант добивает Почти Почти добивает Тычку дай братик Одно Всего лишь Всего лишь тычку Я не прошу много Одну тычонку Ладно Я понял Тебя он не хочет это дать Сделать это для нас Ну ладно Флаг ему в руки Тогда не хочет Так не хочет Я тогда сделаю это сам Я сброшу шахтера И заберу вышку Вот таким Вот таким вот образом Нехитрым фаерболом Ребята Три победы Три ноль Три катки Без единого поражения Колодой Которая так давно Работала И она типа продолжает Функционировать Чё Я не знаю В чём секрет Но вы сами сегодня Стали Свидетелями того Что мы с вами сделали Я специально для вас Попробую Ребята найти Этот самый ролик Где я и собрал Эту колоду И вы сами увидите Когда он был снят И что тогда происходило В рояле Именно тот ролик Где я впервые Взял в руки Эту колоду И вы сами На всё про всё посмотрите На этом ребята Буду заканчивать Желать вам удачи Счастья Добра здоровья Всего самого хорошего Скажу так же Что увидимся Мы с вами Совсем скоро В ближайшем будущем На новом ролике Или На новом стримчанском Всем друзья Пока пока И до скорых новых встреч Обязательно ради фана Попробуйте взять Свои старые деки Может быть тоже получится Очень так нехило Поднять трофеев Давайте ребят Пока Пока